Всем привет! Меня зовут Гульнаса и в эфире рубрика моделирование. Для того, чтобы создать платье как на картинке, нам понадобится базовая конструкция. Это лекала, которая создана для вашей фигуры индивидуально. Полочка, передняя половинка, и спинка, задняя половинка. Ну и разумеется рукав. Но рукав моделировать мы не будем. Нас интересует только эта часть, полочка и спинка. Как мы видим на картинке, платье состоит как бы из двух частей. Посмотрите, широкая часть по полочке, она продолжается также и по спинке, практически не прикреплена. Под этим слоем широкой детали находится полноценное платье. То есть платье будет двуслойным. Давайте сначала разберемся с нижней частью. Вам необходимо будет скроить обычное платье со всеми выточками на грудной, талевой, как по полочке, так и по спинке. Продолжить длину изделия до необходимого желаемого уровня и собрать полноценное платье. А для верхнего слоя нам понадобятся дополнительные детали. Они абсолютно такие же, как и основные детали. Нам понадобится полочка и спинка до уровня талии. Начнем с моделирования полочки. Нам необходимо будет исключить все выточки на грудную и талевую. Как видите на картинке, по верхнему слою платья их нет. Для этого продолжаем талевую выточку перпендикулярно наверх. А на грудную выточку продолжаем вдоль ее середины влево. Продолжаем так, чтобы они пересеклись в одной точке. Далее подрежем по намеченным линиям. После этого закрываем на грудную выточку и она открывается дополнительно в талиевой выточке. Заклеим ее и продолжим моделировать. Нам необходимо разрезать полочку вдоль на несколько линий. Будем рисовать лучики от среза горловины. Вот таким образом. Разрезаем по намеченным линиям. И еще один важный момент. Расстояние между этими линиями желательно сделать равномерными. Далее нам необходимо будет раскрыть лекало до необходимого желаемого уровня. Представим, что это ткань. Приложим полочку к ткани и обведем ее по среднему срезу. А затем начнем раскрывать детали. При этом старайтесь делать раскрытие на одинаковый примерно угол. Далее обводим срез горловины, срез проймы и верхнюю деталь по боковому срезу. Обведем верхнюю часть бокового среза. И теперь нам необходимо будет продолжить его на длину оставшегося участка бокового среза. Можем приложить этот участок, к примеру, в продолжение начала бокового среза, который мы уже обозначили. И сделать отметку уровня талии. По середине полочки наш уровень талии находится вот здесь, а по боковому срезу здесь. Передняя половинка этой широкой детали кроится не в сгиб. Между правой и левой половинкой есть разрезы, и при этом правая немного накрывает левую. Примерно на 1,5-2 см. Поэтому мы также можем продолжить срез горловины влево, а затем слегка округлой линии опустить. Округляем линию. Мы не доводим ее до талиевого среза, поскольку, как видите на картинке, она округляется намного раньше. А затем плавно ведем уровню талии по боковому срезу. И вот такую деталь мы получаем. Ну а теперь перейдем к спинке. Со спинкой дело обстоит абсолютно так же. Вам необходимо будет от среза горловины пустить лучики. И снова раскрываем детали. Обводим мы абсолютно аналогично. Но в этот раз спинку мы будем кроить уже в сгиб. Для того, чтобы у нас не было лишних швов. И еще один момент. Вы не можете раскрывать спинку до бесконечности. Угол бокового среза по полочке должен соответствовать углу бокового среза по спинке. То есть в боковом срезе они должны быть зеркальны. Вот и все. Как видите, все очень весело и просто. Если у вас есть какие-то интересные модели одежды, конструкции, которых вы хотели бы разобрать, то обязательно присылайте мне их на почту happynass.gmail.com Я желаю вам успешного дня. До встречи. Пока.